Добрый вечер! Добрый вечер! В этом отрывке есть несколько заповедей. Есть запрет на ненависть. Есть заповедь повелительная «Ухеях, тухеях, упрекни своего ближнего». Или, как некоторые другие комментаторы, как некоторые другие переводчики переводят «Увешивай своего ближнего». К сожалению, ни тот, ни другой вариант не отражают, как подобает суть этой заповеди. Но об этом впереди. Здесь же есть запрет унижать и причинять стыд человеку. В ходе критики его запрет мстить, запрет злопамятства. Можно разбить все это на вот эти отдельные заповеди и объяснять каждую из них отдельно. А Рамбан объединяет здесь весь этот отрывок вместе. Вот что пишет Рамбан. Тора говорит так. Не питай в сердце ненависти к твоему брату, когда он делает что-то против твоего желания. То есть, речь идет о ситуации, в которой человек сделал мне что-то, что мне неприятно, что мне нежелательно. Скажем, то, что в моих глазах гадость. Сделал мне человек какую-то гадость. Вполне естественный результат такого, что я буду испытывать к нему неприязнь, но не выскружу ему этого. А все это останется со мной. Я говорю про себя, буду молчать, но испытывать к нему неприязнь. Вот этого не делай. Не питай в сердце ненависти к твоему брату, когда он сделает что-то против твоего желания. А выскажи, выскажи ему свою претензию и скажи, почему ты сделал так-то и так-то. Вот что нужно. Вместо того, чтобы прятать это, вместо того, чтобы молчать, выяснить отношения. Прийти и сказать ему, вот было так-то и так-то. Скажи мне, почему ты это сделал? Мне было это больно, мне было это неприятно, мне это принесло ущерб. Таким образом, и вот тогда не будешь виновен за него. То есть не понесешь вины. Какой вины? Молчаливо скрывая ненависть. Какая здесь вина? Какой здесь грех? Не понесешь здесь греха за него. Но имеется в виду ненависть в сердце. Она запрещена. Вот для того, чтобы не нарушить этот запрет на ненависть в сердце, для этого подойди и выясни с ним отношения. Но если упрекнешь его, тогда он сможет оправдаться перед тобой или попросить прощения, а ты простишь его. И сразу после этого Тора переходит к следующей заповеди. Чтобы не мстил ему и не помнил зло. Снова, все это продолжение того же самого человека, который сделал ненависть. Во-первых, не испытывать к нему ненависть в сердце. Второе, выяснить отношения. Третье, безусловно, не мстить. Чтобы это выяснение отношения было завершением всего, чтобы инцидент был исчерпан. И тогда, после того, как мы выяснили отношения, человек либо попросил прощения, либо извинился, либо объяснил, что, в общем-то, чего плохого здесь не было. И после этого запрещено мстить и помнить злое. Потому что мало того, что нельзя мстить, нужно еще не помнить злое, но случается, что человек, может быть, и не питает ненависти. Ненависти-то нет. Но вместе с тем он помнит, что ему сделали гадость. И в следующий раз, когда ему попросят помочь этому человеку, он еще два раза подумает, стоит ли ему помогать. Поэтому Тора требует стереть из памяти обиду, ненавистью на ближнем. И потом все это заключается известным очень требованием в автолреяха Камоха «Люби ближнего своего, как самого себя». Вот таким образом весь этот отрывок объясняется Рамбаном как единое целое. Так, тема конкретно сегодняшнего урока – это вот заповедь Ухех. Тухех – требование упрекнуть человека. То есть, если мы видим, что человек ведет себя не в соответствии с законом, то Тора здесь требует от нас постараться повлиять на него, упрекнуть его. И упрек… Почему здесь все эти переводы они еще дачные? Упрек очень часто – это попросту выход отрицательной энергии, когда кто-то нас обидел, и у нас полно-полно претензий к нему. И в какой-то момент… Ну, два возможных варианта нашего поведения. Либо мы стараемся промолчать и стараемся скрыть в глубине души все наши обиды и все претензии к нему, либо мы их высказываем, мы упрекаем его. Но обычно этот упрек, так как это у нас получается, чаще всего это попросту выход отрицательной энергии наружу, для того чтобы не копить ее у себя внутри. И здесь имеется совсем-совсем другое. Если это в отношениях между людьми, то Рамбан уже определил, в чем цель такого упрека. Не в том, чтобы высказать свое фей. Не в том, чтобы дать обиде выйти наружу. А в том, чтобы дать возможность исчерпать этот инцидент, дать человеку возможность оправдаться или, по крайней мере, просить прощения. То есть спросить его – это упрек, что ж ты? Не имеется в виду упрек, как он обычно звучит в наших устах, когда человек делает нам какую-то гадость, то тут же следует довольно агрессивное по отношению к нему высказывание. Нет, совсем другое, как для Рамбана. Не имеется в виду, можно спросить его, а почему ты так сделал? Кстати, та же самая заповедь существует не только в случае, когда человек нам сделал что-нибудь плохое, а в том случае, когда он нарушил закон, который регулирует его отношения с Богом. По отношению к нам он ничего плохого не сделал. Но, предположим, мы видим, что человек, как нам показалось, делает действие, запрещенное законом. Предположим, делает какое-то действие, которое запрещено делать в субботу. В этом случае тоже и заповедь Охеях Тухеях. Смысл ее, снова, не высказывание отрицательного отношения к тому, кто нарушает закон, а попытка повлиять на него в лучшую сторону и провести к тому, чтобы он более не нарушал закон, чтобы он исправился. Прежде чем приступить к этой самой попытке, к тому, что нужно объясниться с человеком, надо было бы задать еще один вопрос. Ведь в этой же самой главе, несколькими стихами раньше, написано «битседек тишпота битеха», то есть «суди своего ближнего по справедливости» или то, что называется «судить ближнего в лучшую сторону». Смысл этой заповеди, что в тот момент, когда мы видим, что человек совершает что-то, что кажется нам неправильным, что кажется нам нарушением закона, поведение, не соответствующее Охе, то мы не должны решать для себя, что очевидно, что здесь имело место нарушение, а мы должны оставить это в области сомнения. То есть, прежде всего, если есть такая возможность решить, то на самом деле нам показалось, что ничего против Аллахи здесь не было сделано. Если же я вижу все-таки, что… Или, по крайней мере, на уровне сомнения, чтобы ставить, может быть, да, может быть, нет. Если это уже несомненно, если факты, вещь упрямая, и очевидно, что человек все-таки сделал нехорошее дело, то и тогда эта заповедь требует, чтобы я относился к этому человеку, не решил, что передо мной нехороший человек, как преступник, а попытался бы объяснить его поведение, нашел бы какие-то обстоятельства, которые оправдали бы, нашел бы какое-то оправдание его, его поведение и так далее. Но если так, то вопрос закономерен, как могут сосуществовать эти две разные заповеди. Первая заповедь, с которой мы начали, а именно упрекни своего ближнего, если ты видишь, что он нарушает закон, то его нужно упрекнуть. Да, но если я вижу, что он нарушает закон, прежде всего я должен подумать, что, скорее всего, закон он не нарушает. А если я всегда обязан думать, что, скорее всего, здесь ничего плохого не было, то как может быть заповедь упрекать? Да, так некого упрекать. Ведь о каждом, кто совершает что-то, что мне кажется противозаконным, я должен думать, что, скорее всего, ничего плохого здесь не было. А если и было что-то, то, скорее всего, человек был вынужден так поступить, потому что есть какие-то оправдания его. Как же так? Все это вместе значит вот что. Каков же наш образ поведения, как его определяет Аллаха? Если мы видим, что человек делает что-то, что нам кажется подозрительным, и возникает ощущение того, что здесь был нарушен закон Торы, то в этом случае нужно подойти к человеку. Не в присутствии других, с глазу на глаз, и осторожно спросить его, вот он действительно сделал такой-то поступок? Если он говорит, нет, это нам только показалось, замечательно. А если он говорит, да, тогда нужно спросить, есть какое-то разрешение в Аллахе так поступать. И если человек объяснит и укажет на обстоятельства или на какие-то параграфы в законе, которые позволяют ему так поступить, все замечательно. Если же окажется, нет, что так запрещено, а он все-таки так сделал, вот тогда и только тогда, после вот этих двух вопросов, действительно ли он поступил так? И если у него разрешение на такое поведение, вот только после этого приходит время для того, чтобы выполнять заповедь «Охеах, тухеах», то есть увещевать, упрекнуть своего ближнего, то есть постараться на него повлиять так, чтобы он справился. В трактате «Арахин» в Талмуде там есть такая фраза. Учили мудрецы, сказал Раби Тарфон, вовсе я не уверен, есть ли в этом поколении, Раби Тарфон говорит о своем поколении 2000 лет тому назад, есть ли в этом поколении человек, который способен воспринимать упреки, то есть способен воспринимать критику? Как обычно бывает, продолжает Раби Тарфон, ты ему скажешь, ты ему выскажешь какое-то критическое замечание, а он тут же тебе скажет, да ты на себя посмотри. И вместо того, чтобы воспринять критику, он только парирует и начнет критиковать тебя в ответ. Сказал Рабель Азарбен Азария, я не уверен, есть ли в этом поколении кто-нибудь, кто умеет критиковать. Что касается утверждения Раби Тарфона, то оно очевидно. Непонятно здесь другое, то что говорит Раби Тарфон, я не уверен, есть ли в этом поколении кто-то, кто умеет воспринимать критику, как будто бы создается такое впечатление, что до того, до поколения Раби Тарфона, люди, наверное, умели воспринимать критику. И вот это уже не очень понятно, потому что неспособность воспринимать критику, к сожалению, это человеческая черта. И очень человеческая черта. И очень понятно. Ведь в тот момент, когда меня критикуют, во-первых, я в своих глазах, я унижаюсь в своих глазах, в собственных глазах. До сих пор я ходил по этому миру с ощущением, что я вполне приличный человек. Ни глупый, ни злодей, ни гадости не делаю. В общем, вполне позитивный человек. А тут оказывается, когда мне представляют зеркало, высказывают критику, и этого мало. Ведь человек, который меня критикует, вдобавок к тому, что он представляет мне вот это зеркало, в котором я вижу себя не в самом приглядном виде, он же тем самым еще и становится надо мной. Ведь если он меня критикует, значит, он лучше меня отсюда, говорит Робидорфон, и понятно. Вот эта вот психологическая основа этой реакции, на которую указывает Робидорфон, она совершенно естественна. Когда человек выслушивает критику в свой адрес, он тут же начинает защищаться, а, как известно, на нападение лучшая защита, и его естественная реакция, а на себя посмотри. То есть ты-то что меня критикуешь, а ты сам что лучше, да ты еще хуже, чем я? То есть вполне естественно для человека, вместо того, чтобы воспринять эту критику, вместо этого атаковать того, кто критикует. вместо того, чтобы, как говорил царь Давид, что в тот момент, когда против меня восстают люди, то я к этому прислушиваюсь. То есть, когда люди указывают на мои недостатки или на мои какие-то провинности, то я постараюсь к этому прислушаться, потому что ни один друг не сможет мне так помочь, как может помочь мне враг, потому что враг указывает, он-то видит очень хорошо и очень четко все мои недостатки. вместо этого мы не в состоянии служить, мы не относимся по существу к высказываемой критике, а отвечаем на слова того, кто критикует и парируем его слова и в свою очередь атакуем. Это понятно. Но вот то, что говорит Робел Азарбе на зале, я не уверен, что есть вообще кто-то, кто умеет критиковать. Мы не умеем критиковать, наоборот, может быть, наоборот, мы не умеем хвалить людей, поддерживать, говорить им комплименты мы вообще не умеем. Большинство людей, с которыми я когда-то хоть раз заговаривал о комплиментах, они тут же говорят, ну как же, ну это же лесть, это же не естественно, это же просто не в состоянии сказать комплименты. Но критиковать еще как умеют. Помню, в какой-то книжке по воспитанию детей предлагалось тогда оставить на один день родителям оставить включенным магнитофон. В те годы пользовались еще допотопным средством, которое называлось магнитофон. Вот в тот момент, когда родители общаются с детьми, оставить магнитофон включенным, а потом поздно вечером, когда дети пойдут спать, посчитать, сколько замечаний родители высказали детям. Иногда не меньше сотни в день. Если мы уже так часто критикуем своих детей, значит, мы умеем критиковать. Конечно, Рабеля Зарбиназаре имеет в виду совсем другое. Не способ высказывания претензий и не число. речь идет о критике позитивной, о такой критике, которая поможет человеку исправиться. Вот этого мы, говорит Рабеля Зарбиназаре, делать уже не умеем. Снова, он говорит, в этом поколении. И снова задается впечатление, что, наверное, были поколения, которые умели критиковать. А в нашем поколении, говорит Рабеля Зарбиназаре, с трудом себе представляю, не уверен я, есть ли вообще люди, которые способны. То есть на сегодняшний день в Рабеля Зарбиназаре люди высказывают критику так, что она не приводит к желаемым результатам. Что вместо того, то есть в тот момент, когда мы грубо говорим с человеком, когда мы атакуем его, когда наша критика унижает его, принижает его, то результат будет уже наобратный. Не только, что человек не воспримет этой критики, но и скорее всего он еще будет делать нас зло, а может быть еще и нас возненавидит. То есть исполнение этой заповеди, с одной стороны, у нас есть эта заповедь, но что касается ее практического исполнения, уже мудрецы, Мишны, Танаим, 2000 лет тому назад уже высказывают серьезные сомнения по поводу того, способны мы это сделать. Ясно здесь только одно, что исполнение этой заповеди требует большого-большого искусства, прежде всего, работы мысли, то есть нужно обдумать, что сказать, и нужно уметь как сказать, ибо если мы говорим это неправильно, то мы достигнем обратных результатов. Вот что означает исполнение заповеди ухеях-тухеях, то есть цель ее это исправление другого человека. Если так, то, естественно, возникает следующий вопрос. А обязывает ли это заповедь в той ситуации, в которой я понимаю, что человек не хочет меня слушать? Либо я уже пытался ему сказать, а он меня просто подальше послал. Либо я даже не пытался, потому что мне понятно, что он меня пошлет подальше, как только я открою рот. Обязан ли я в этой ситуации высказывать критику в его адрес или нет? И снова я обращаюсь к Толмуну. В трактате Ивамот там сказано так, сказал раби и раби митзва а ля адам лумар давар а нишма каш митзва а ля адам шилу лумар давар шим нишма митзва митзва насмешник, то наоборот, не только он не только не воспринимает критику, но и наоборот, он еще и возненавидит тех, кто критикует. Кешем же митцва лума дава женишма, как митцва, есть митцва, не сказать то, что люди не воспримут. Если известная история. Рассказывают, что в одном городке возникла необходимость срочно собрать довольно крупную сумму денег для того, чтобы помочь беднякам, которые достигли совершенно уже невыносимой степени бедности. И сам раввин лично ходил ко многим евреям с просьбой пожертвовать деньги на цдаку. В конечном итоге он направил свои стопы в дом одного достаточно богатого еврея, но о котором было известно, что он невероятно скупой. И от него добиться копейки это было невероятным делом. Раввин постучал ему в дверь, хозяин дома открыл его, пригласил его зайти в дом. Раввин зашел в дом, сел за стол и сидит, молчит. Хозяин тоже молчит с уважением к раввину. Помолчат. После того, как они так вразительно помолчали, минут пять раввин встал, раскланился и направился к выходу. Тут уже господин Ребе, в чем дело, что вы хотели? Спасибо. И продолжает к выходу. Ребе, для чего, как мне понять цель вашего визита? Раввин сказал, цель визита была выполнить митсву, заповедь исполнить. Какую митсву? Заповедь, которая сказана в трактате Ивамот. Там сказано, что есть митсва, не сказать того, что не будет воспринято. Точно так же, как есть митсва сказать, когда человек воспримет это, точно так же есть митсва не сказать, когда человек не воспримет. Поскольку я знал, что если я попрошу у тебя денег, то я получу на это вежливый отказ, то поэтому я за дело молчал. Спасибо, до свидания. Получается, что если, так у нас выходит, что если цель, из этого места в Талмуде, что если цель высказанной критики это повлиять на человека, чтобы тот исправился, то там, где мы натыкаемся на отказ, то запрети больше нет. Может быть, даже если мы не натыкаемся на отказ, а мы представляем себе, что, скорее всего, когда мы выскажем эту критику, скорее всего, человек не прислушается. Может быть, и тогда тоже. Но в других местах получается картина несколько иная. Так, в трактате Рахим Талмуд спрашивает, сколько раз нужно повторять критику? Один раз сказал, человек не послушал, второй, третий, четвертый. Сколько раз можно критиковать человека? И там есть три мнения. Раф сказал, пока он тебя не стукнет. Стукнет, ты уже свободен. Шмуэль сказал, пока он тебя не обругает. То есть, не нужно ждать, пока стукнет, достаточно того, что он обругает тебя, уже можно считать митцва, не то, что митцва выполнена, но, по крайней мере, свободен, больше она не обязана. А в трактате шаббат есть там отрывок агодический, который аллегорически описывает разрушение Иерусалима, разрушение первого храма Иерусалима. То есть, если бы события снимались на камеру, скрытые камеры или не скрытые камеры, то они запечатлели бы, как вавилонские войска, прорывают брешь, штурмуют город, врываются, устраивают грязню, грабеж, обычные картины взятия города. А талмуд рисует внутреннюю сторону событий, а именно, ведь понятно, разрушение, разрушение города, разрушение храма, все это результат это наказание, которое пришло свыше в результате определенных грехов. так вот, говорит там талмуд, в тот момент, когда есть небесный прокурор, тот, кто перечисляет грехи, и тот, кто приводит в действие приговор, и вопрос называется, с кого начать. Есть в городе нечестивцы, есть праведники, ну, как с кого начать. Начать нужно с грешников, поскольку есть нечестивцы. Но утверждение этого небесного прокурора называется Медат-1, что начинать надо с праведников, потому что хотя они праведники, они не должны уйти от наказания, ибо хотя сами они гадости не делали, но они же видели, как другие делают гадости и молчали. Продолжает Талмуд, Всевышний возражает этому небесному прокурору, но ведь если бы они не молчали, то я-то хорошо знаю, перед Всевышним ничего не скрыто, и будущее открыто перед ним, точно так же, как и настоящее и прошлое. Поэтому, говорит Всевышний, я-то знаю, что даже если бы они попытались повлиять на нечестивцев, тех бы их не послушали. Продолжает Талмуд, отвечает на это небесный прокурор, тебе это известно, но им-то это разве известно было? Получается, из этого места картина иная, что пока человек не уверен, что его критика не будет услышана, пока есть хоть какое-то сомнение, он обязан, его еще это заповедь, заповедь, увещевание его пока еще обязывает. И только там, где он совершенно уверен, что ничего не поможет, или там, где он уже пытался и ничего не помогло, его уже кто-то проклял, кто-то его обругал, или даже его и ударил, только в этом случае он свободен. До этого получается, что нет. Но из предыдущего отрывка, который мы прочитали в Ацехе это его мод, следует не так. Получается, что из того отрывка получается, что есть митцва, точно так же, как есть митцва сказать, высказать критику, когда она будет услышана, точно так же есть митцва не сказать, промолчать и не высказывать критику там, где она услышана не будет. Я здесь противоречия между двумя разными местами в Талмуде. Есть еще третье место в Талмуде. Там речь идет о том, что если мы видим, что человек нарушает заповедь по незнанию, он ошибается, по незнанию. Он не знает, что такая-то вещь запрещена. Но я себе представляю, что в тот момент, когда я ему скажу, что это запрещено, скорее всего, он меня не послушает и будет продолжать нарушать. Но только если до сих пор он нарушал вследствие ошибки, то теперь он уже будет нарушать сознательно. И тем самым его уровень ответственности повышается. То есть я ему не только что я не помог ему, а наоборот, я его только под монастырь подвел. Это дело запрещено. Получается, что там, где человек, снова мы видим, что там, где человек нарушает не по ошибке, а там, где он нарушает, зная, что это запрещено, получается, что даже если мне понятно, что он не послушает меня, все равно надо его критиковать. Как же быть? Как в этих трех соснах найти правильное решение? Среди комментаторов Талмуда есть два разных подхода. Один из них выражает Рамбан и Рамбам. Почитаем то, что пишет Рамбам в «Лхот-де-От» в «Законах о нравах». Сначала он высказывает мысль очень близкую к тому, что писал Рамбан в своем комментарии, который мы из этого начали урок. Если один человек согрешит против другого, то тот пострадавший не должен смолчать и замкнуться. Так наоборот сказано о нехороших людях, здесь приводят примеры, но наоборот он обязан поставить обидчика в известность, сказав ему, что тот сделал ему так-то и так-то и согрешил перед ним вот таким-то образом. Как сказано, и он приводит здесь наш стих, что ты должен упрекнуть «Ухеяфту хеяхатамитеха», упрекни своего ближнего и не понеси за него грех. Точно так же говорит Рамбан, что нужно подойти к человеку и спросить, смотри, ты сделал так-то, ты действительно сделал так-то и так-то, так мне это было очень больно, почему ты так сделал. Ну и если тот цель, как говорит Рамбан, цель в чем? Чтобы тот раскаялся, либо оправдался, что на самом деле мне показалось, я ничего такого плохого не сделал, либо раскаялся и просил прощения. Если тот раскаялся и просил его простить, тогда обязан простить, и тогда все хорошо. Продолжай дальше, Рамбан, тот, кто видит своего ближнего, что он грешит и ведет себя плохо, то есть, если предыдущие, Аллаха касалось нарушения в области отношений между людьми, то следующее отношение между человеком и Богом. Тогда есть заповедь повлиять на него, чтобы вернуть его на правильный путь, сообщить ему, что он грешит, но только упрекая своего ближнего за проступок по отношению к другому человеку или за проступок перед Всевышним, нужно сделать это с ним наедине, ни в коем случае не в присутствии других людей, чтобы не устыдить того человека, не осрамить его, говорить с ним спокойно и в мягких выражениях. То, что мы говорили раньше, то, что сказал Рабеля Азар Беназаре. Я не уверен, что в этом поколении есть люди, которые способны критиковать. Как нужно критиковать, чтобы меня услышали спокойно и в мягких выражениях и объяснить ему, что он делает это только для его блага. То есть, я это делаю не потому, что он мне, я это ради тебя, потому что для тебя это, прежде всего, чтобы ты не потерял, чтобы наказание тебя не постигло, чтобы не потерял ты свою долю в грядущем мире. И если тот принял эту критику, хорошо, замечательно, а если нет, то нужно упрекать во второй и в третий раз. И каждый раз при встрече обязан его упрекать, пока не ударит, пока тот или не скажет, что не собирается его слушать. Пока не ударит или не скажет, что не собирается его слушать. То есть, до тех пор, пока человек не сказал, что оставь меня в покое, я не собираюсь так делать, до этого времени обязан постараться повлиять на человека. Если человек сказал, оставь меня, не приставай ко мне, тогда понятно, свободен. А как быть в случае, когда он этого ничего не сказал, но я понимаю, мне кажется, что совершенно очевидно, что если я подойду к нему и попытаюсь на него повлиять, то он пошлет меня подальше. Могу ли я здесь полагаться на свою оценку и не дожидаться, пока он пошлет меня или пока он замахнется на меня? Об этом раба не говорит. Но в Сефирах и Нух книга о заповедях, который во всем идет след за рамбом, он понял за рамбом вот как. Пишет он так. При том, что есть заповедь высказывать критику, то нужно это делать здесь осторожно и много думать. Не делать эти вещи сгоряча, а прежде всего семь раз отмерить и только после этого отрезать и высказать. В лакшов или рот имя туэлит подвора. Нужно прежде всего подумать, будет ли какая-то польза от слов, которые он выскажет. Польза кому, не говорящему, а польза тому, по отношению к кому мы хотим высказать критику. Ви им яшу вахотэм и хитой елубизе сахаргадоль. Конечно же, если человек думает, что есть шанс того, что он послушает его, то обязательно нужно это сделать, потому что если только удастся человека вернуть на правильный путь, то тому, кто повлиял на него, будет колоссальная награда. Но вместе с тем снова, как он говорит, нужно быть осторожным и взвесить, есть ли смысл в его словах, есть ли смысл в том, что он собирается говорить. Это один подход. Подход Рамба, что нужно это делать очень обдуманно, и если мы понимаем, что пользы никакой не получится и не выйдет здесь никакой пользы, то смолчайте. В отличие от Рамба, Сефер и Реем, и Немуки Йойсеф, комментарии на столбовник Немуки Йойсеф, оба говорят не так. Они говорят, что промолчать это только в том случае, когда человек грешит по ошибке. и вот тогда, если я думаю, что в результате того, что я скажу ему, что то, что он делает, это запрещено на самом деле, он не послушает меня, вот тогда Митсваз молчать. Но если я знаю, что человек делает это сознательно, то даже, когда мне ясно, что он меня не послушает, все равно я обязан высказать критику. Здесь мы видим разницу в подходах. То есть по этому последнему мнению Сефир и Рейм и Немуки Йойсеф, это не помощь грешнику для того, чтобы наставить его на путь истинный, ибо обязанность протестовать есть и тогда, когда мне ясно, что человек ничего не будет слушать, пошлет меня подальше и не воспримет мою критику. А что это тогда? Тогда это необходимость высказать свой протест. Я протестую, я не согласен с тем, что здесь делается аморальное дело, здесь поведение, этого человека, оно неприемлемо, никак нельзя с этим загласиться. Поэтому необходимо высказывать свой протест. Разделяю, что есть разница между отдельно взятым человеком или если это действие многих людей. То есть там, где это отдельно взятый человек, даже если он меня не слушает, все равно я должен высказывать протест раз за разом, раз за разом, пока не пошлет или пока не ударит. Но что касается, если это общество, то есть многие люди делают, то там достаточно одного раза больше не требуется. Один раз высказывается протест, больше того не требуется. Итак, у нас есть два разных подхода. По мнению Рамбома и Сафирахинух мы видим, что если человек не послушает, то нет никакого смысла в особенности, когда он говорит «оставь меня в покое», нет никакого смысла продолжать критиковать. С этого момента свободен. И второе мнение, что в случае, если человек грешит сознательно, то несмотря на то, что он не воспринимает критику, есть обязанность протестовать. Как Аллаха? Шулхана Рухе Рамо приводит в Аллаха второе мнение. Мнение Сефир Иреем и Немуки Исеф. Так он пишет. АВАЛЬ ИМИ ФУРАЖБИТУРА МУХИНБИЯДАН Если человек нарушает заповедь Торы, то тогда есть необходимость протестовать. ВИИМЬЮДЕАШИ ЭЙНДА РАВНИШМАИН ЛОЙОМАРБА РАБИМ ЛОХИХАН И если он знает, что его слова не воспримут и не окажут никакого влияния, тогда в случае, если это РАБИМ, то есть многие люди делают тогда, не нужно повторять свою критику достаточно одного раза. РАК ПААМАХАТА АВАЛЬ ЛОЙ ИРБЕЛИ БИТУХИХО МЕАХАР ШЮДЕ ШЮЛОЙ ШМУ Но повторять раз за разом не следует, поскольку знает, что его слова не будут восприняты. Но если это отдельный человек, АВАЛЬ БИЯХИД ХАЯВЛУ ХИХО АЛЬ ЧИКЕНУ Ну если это отдельно взятый человек, несмотря на то, что он уже сказал «Слушать я тебя не буду, пошел ты, я все равно, мне плевать не очень хочется», в таком случае есть обязанность повторять протест до тех пор, пока не обругает или не ударит. Так пишет Сулханаруха. Но вместе с тем мы на Исе здесь есть еще одно ограничение, которое приводит Биор-Алаха. Также написано и в комментарии Виленского Гаона на это место. Как высказана заповедь в Торе? Охеах Тухеах это Амитеха Вилоти Саалавхет Ты упрекни своего это Амитеха ближнего. Ближнего это приблизительный перевод условный. Амитеха обычно толкуется Талмудом, это люди, которые вместе с тобой они живут они живут твоими ценностями и правилами жизни, то есть это люди, которые вместе с тобой живут Тора и ее заповеди. Отсюда говорит Хофицхайм Беор Аллаха нет заповеди упрекать людей, которые не называются Амитеха твоим ближним, то есть людей, которые запросто нарушают заповеди Торы, например, нарушают субботу и так далее. в случае, в случае, если они нарушают Тору, нет никакой митвы, нет никакой обязанности их упрекать, увещевать, на них заповедь не распространяется. И заканчивает Беор Аллаха, что это правило Лемаисе и на практике так. Помню, когда я только приехал в Иерусалим, оказался в Иерусалиме в субботу, я был свидетелем сцены, которая повторяется довольно часто, когда по улице в субботу проезжала машина и целый ряд евреев, в особенности дети, с большим воодушевлением кричали в сторону окружающей машины и шаббис. Шаббис. Спросил, что они хотят, для чего эти крики. Скажут, ну как же есть заповедь, вот это заповедь, упрекни своего ближнего. Это заповедь, говорит Беор Аллаха, заповедь не распространяется на тех, кто открыто нарушает субботу. Викрилей шаббата они называются амитеха, на них это заповедь не распространяется. И с другой стороны, здесь два соображения. Первое, распространяется ли эта заповедь на людей, которые не находятся вместе с нами в Торе и Митсуоте? Ответ нет. А с другой стороны, с той стороны критики, ведь цель критики в том, чтобы повлиять на человека, чтобы он исправился, а в этом случае исправится или нет? человек, который сидит за рулем машины и слышит истеричные хриплые крики, шаббость, это то, что его остановит, это то, что толкнет его на путь возвращения к Торе, на путь соблюдения субботы, конечно, нет. Поэтому это поведение, оно совершенно не имеет никакого отношения ни к Торе, ни к ее заповедям, ничего. А это просто то, с чего мы начали, это просто дать выпустить свои отрицательные чувства, эмоции, свою агрессию и так далее. Это вещи понятные совершенно, но не имеющие никакого отношения ни к Торе, ни к ее заповедям. Итак, в каком случае есть действительно обязанность постараться повлиять на человека, там, где этот человек, этот человек, исполняющий соблюдающий Тору, но он сейчас грешит. По одному мнению мы сказали, если мне совершенно ясно, что человек не прислушается ко мне, это мнение Рамбома, то нет смысла его критиковать, а согласно второму мнению, который приводит Рамбом, Ла Аллаха, если это отдельно взятый человек, отдельный человек, и даже если он не готов слушать, и даже если он не воспринимает, то все равно есть митцва протестовать. Два этих мнения существуют Ла Аллаха, и самое главное здесь помнить, что все зависит прежде всего от того, каким образом высказывается критика. в тот момент, когда она высказывается повышенным тоном, громким голосом, с гневным выражением лица, с обидными колкими выражениями, то тогда, безусловно, нет никаких шансов, что она будет воспринята, слышана, наоборот, она приведет только к тому, что человек тебя еще больше возненавидит. если есть хоть какой-то шанс, чтобы наши слова были услышаны, то они должны быть высказаны совершенно по-другому, как говорит Рамбом, мягким голосом, тет-а-тет, наедине, объяснить, что делаем это только для его пользы, если можем улыбнуться, не обижая, не унижая человека, постараться высказать ему, что можно сделать по-другому. Дай Бог. Субтитры создавал DimaTorzok